здравствуйте уважаемые друзья не в эфире чиканал аминт александр ротиховский здравствуйте не санчо здрасте дома вроде не расставались я прописался как говорится мы с вами едины во времени пространство знаете раз еще не совсем пока россия не захватила украину мы все-таки не едины между нами государственная граница вот захватим одессу тогда будем едины а может быть или санчо украина захватит россию и тогда может быть тогда значит может быть улица усевича на которой вы живете она обретет какое-нибудь другое имя кто знает на улице шухевича это и так понятно знаете на самом деле вам будет очень легко запомнить потому что где улица усевича где улица шухевича достаточно как бы удобно для того чтобы запомнить в среду владимир сан зеленский президент украины выступила с телеобращением к народу украины где призвал всех успокоиться заявил о том что россия играет на нервах россия заинтересована в том чтобы дестабилизировать украину внутри война идет достаточно давно и это прежде всего война нервов и она действует на экономику украины на инвестиции украины и не зеленский призвал украинцев перестать вестись на вот все провокации которые навязывают украине российской федерации любопытно что в день когда владимир зеленский вышел с этим видеообращением украину посетил руководителя госдепартамента госсекретарь соединенных штатов америки господин блинкин неизвестно о чем шла речь в переговорах зеленского и блинкина но есть безусловно официальная часть официальная часть она понятна и даже не буду не говорить неофициально непонятно чем шла речь но именно в этот день вечером зеленский вышел своим видеообращением учитывая публичную позицию соединенных штатов америки о том что вот-вот и россия нападет на украину выступление владимир зеленского звучало достаточно странно то есть одно из двух либо публичная позиция соединенных штатов америки 1 а то что было сказано в переговорах зеленскому блинкиным совершенно другое либо владимир зеленский почему-то решила в пику позиции соединенных штатов америки выступить с диаметрально противоположной позиции но как оказалось на следующий день в четверг владимир зеленский дал интервью в washington post авторитетному изданию где он собственно высказал совершенно противоположную точку зрения значит в интервью в washington post а зеленский заявил что россия готовится захватить харьков но безусловно безусловно в украине все жители украины граждане украины они готовы защищать украину от россии до последнего вздоха заявил о том что необходимо ужесточить санкции в российской федерации причем ввести санкции именно сейчас они потом после того как россия совершит очередной акт агрессии в адрес украины зеленский выступил за превентивный характер упредительный характер санкции нежели нежели чем использовать инструмент санкции уже постфактум после того как случится агрессии ну или от других пассажей которые мы тоже с вами обсудим ты с одной стороны зеленский предстает в образе такого миролюбца а с другой стороны зеленский предстает в образе а президента готова уже завтра вести народ на войну и здесь непонятно потому что одно заявление но как бы успокаивает украинцев другое заявление она наоборот ну в общем-то взбудражило украинцев и непонятно почему вот были сделаны такие вот два противоположные заявления то есть либо одно заявление было для внутреннего пользования другое было для внешнего пользования ну либо я не понимаю вот этот вот коментин диссонанс позиции официальной власти и лично владимира зеленского применительно к этой всей проблеме вот у вас есть ответ на этот вопрос ну во первых гражданин украины пока еще не а вы поэтому собственно я вас готовлю ленинсель принять украинского гражданства учитывая то что степень степени свобод в россии сокращается я готовлю как раз вас потому что вы переехали жить в украину да это правда вы удачно это делаете после этих заявлений зеленского мое желание стать гражданином украины резко вырос в геометрической прогрессе я бы сказал единственно не знаю в харьков мне перебраться так он все равно будет российским в харьков ехать нельзя а про одессу он сказал одессу тоже захватит владимир зеленский про одессу не сказал но неприживательный санч харьков будет украинским харьков есть украинские в харькове достаточно граждан способных отразить любую атаку внешнего агрессора как у своего президента на не отразить готов он кроме президента зеленского никто на харьков не покушается поэтому интересно было бы знать мнение харьков чан готовы ли они отразить атаку господина зеленского в общем я бы так сказал бывает когда лицом к лицу лица не увидать и гражданин украины вы то есть гражданин украины в вашем лице в недоумении смотрит на своего гетьмана и спрашивает мнение врагов что они об этом гетьмане думают это бывает вот ошибаетесь я как раз считаю что вы друг украины но хорошо но граждан иностранного государства которым с дистанцией виднее значит что происходит у вас под нос было ничего особенно если коротко говорить что происходит 95 по моему называется нет ну квартал 95 а я не то есть я поневоле конечно театрально-театральный критик и в том числе критик но не критика критик несутся рубани разбор занимаюсь разбором комедии фарсов перед любых жанров это и называется ученым словом политовым политики это очень плохие артисты очень плохие отсутствие мозгов отсутствие таланта отсутствие талантливых сценариев они заменяют только тем что надувают щеки сыграть они черта не могут придумать они ни черта не могут даже отучить текст они не могут на щеки надувать умеют это относится к зеленскому к путину к байдену к блинкину ко всей этой шобли бессмысленные болтуны абсолютно ни о чем вот если вас в целом интересует но они все вместе образуют квартал 95 путин ляпнул исключительную глупость глупый анекдотический курьезный ультиматум с полным восторгом с диким боем в это вцепились его американские коллеги которые стали раздувать и раздувать и раздувать этот ультиматум превращая в великое историческое событие пункт я прошу прощения вот владимир зеленский в этом интервью говорит следующее однако я не готов придать мою страну я понимаю это как они думают что я оказался сильным человеком крепким орешком орешком который сложно сломить то есть а путин но наткнулся на зеленского крепкого орешка которая сложно сломить и собственно вот именно это путина возмутило он понял что не тут было и так сказать этим орехом нашим президентом путины попернется смотри пожалуйста как зеленского фамилия лукашенко вот кто его настоящий отец до сих пор мы слышали от александр григорьевича что он александр григорьевич крепкий понимаешь орешек это было в перехвате двух агентов цру майкла и ника которые на чисто английском понимаешь языке разговаривали о судьбе великой державы белоруси и как америки белоруси уничтожить и майкл сказал нику что мы бы давно и уничтожили но лукашенко крепкий орешек крепкий орешек понимаешь а зеленский еще крепче орешек понимаешь вот она какая история лукашенко это и есть духовный как минимум а той физически кто знает отец владимира зеленского два крепких орешка два крепких орешка один крепче другого выросли на могучем дереве постсоветской государственности а есть еще третий орешек который даже не ореш а не побоюсь этого слова орех этот орех называется путин и вот эти три ореха все время сталкиваются друг с другом со страшным стуком а почему со стуком потому что все орехи исключительно крепкие крепость этих орехов и аналогов ты не подберешь крепче стали крепче асфальта крепче чугуна наконец крепче идиота потому что крепче чем голова идиота на свете нет ничего я нашел цитаты крепкие орехи крепче головы идиота я нашел цитату леонид санчо это дело в том что то что он зачитал это был перевод а вот я сейчас открыла сайт вашингтон пост я вижу полностью на английском языке значит цитату а значит журналист спросил владимир александрович а вот но почему вас так не заладились отношения с путиным на что владимир зеленский отвечает что со мной нелегко и вот даже моя жена когда мы женились на не не представляла насколько со мной нелегко но вот путин думал что мы сама будет очень легко но я был не готов придать собственную страну я понимаю что они то есть россия меня считают стронгман да то есть таким сильным человеком суперменом таким тяжелым орехом орехом который очень тяжело расколоть как любят у нас говорить в украине он не просто крепкий орех он супермен как принято говорить у вас на украине он супер хлопец правильно я сказал у вас уже у вас уже прорезались отдельные слова на украинском языке я так думаю еще немножко еще 150 интервью леонсанчо и вы точно заговорите на украинском языке под влиянием зеленского и не на таком языке заговоришь он супермен вот это правильно вот я вот за что я люблю молодца так это за искренность но не всякий человек о себе так просто скажет я супермен один скажу другой не скажет пожалуй в следующем интервью он окажется бэтменом они супермен а еще через одно интервью он скажет они думали они думали они думали что они имеют дело с жалким комиком из камеди клаба а я чарли чаплин причем я чарли чаплин в роли великого диктатора но мне каждый зубы сломает и они сломают в общем я могу сказать одно лукашенко называет себя крепким орешком зеленский называет себя суперменом теперь мне очень интересно кем себя назовет владимир владимирович вот это действительно по-настоящему интересная геополитическая проблема был в советское время такой анекдот что значит когда брежнева избрали генсеком он приходит работала старая секретарша которая работала еще там с незаметных времен говорит как вас называть неофициально вот товарищ сталин просил называть его лучший ученик ленина хрущев просил называть себя верный ленин а вас ну а я горят чек простой зовите меня просто ильич вот поэтому значит вот не знаю кем если крепкий орешек супермен то кто у нас будет путин это мне это мне любопытно в общем я считаю что эти интервью зеленского они дают ну нормальному психически нормальному человеку они дают полное представление об уровне не только господина зеленского но об уровне вообще политиков президентов стран снг ты не только снг конечно же но прежде всего снг скажи мне кто твой враг скажи мне кто твой друг скажи мне кто твой партнер я легко скажу кто ты кто ты который не может разгрызть крепкого орешка и кто ты который не может бороться с суперменом и так далее и так далее вот поэтому фарсовые заявления клоуна они профессиональны это абсолютно нормальное состояние я слово клоун и слово фарс не вкладываю никаких абсолютно оценочных категорий еще раз подчеркиваю что речь не идет о том чтобы выделить именно зеленского в дружной толпе крепких орешков они все удивительно крепкие орешки и сами об этом с наслаждением рассказывают вот путин не называет себя суперменом но зачем за него это говорят десять тысяч соловьевых скобеевых и киселевых они его называют суперменом он всегда всех переиграл и так далее так далее в украине ситуация сложнее там хрен дождешься от вашего киселева и от значит соловьева эквивалента соловьева что зеленский всех переиграл поэтому зеленский не ждет милости от киселевых а сам режет правду матку да я супермен вот я такой я супермен я крепкий орешек я супермен но батька совсем простой человек и он отдает это не журналистам гостелевидения и не сам говорит а это говорят агенты цру что вот такой крепкий орешек поэтому я считаю что наши уважаемые президенты вполне друг друга стоят и грешным делом предполагаю что и президенты других стран не очень далеко ушли просто у них нет таких возможностей понимаете вот а если бы президент макрон искренно сказал что он супермен то боюсь что во франции кто-нибудь умер от смеха и эту смерть записали бы на совести макрона а на украине наверно никто смеха не умер поэтому зеленскому бояться нечего но вот это что касается самооценки уважаемых господ президента если же речь идет о содержании значит выступлений зеленского вы очень правильно заметить что что же то он значит против американцев пошел белины что ли объем американцы сказали русские нападут а зеленский вдруг открывает рот и говорит что не нападут он чё больной или уж такой крепкий орешек уж такой крепости что промаш страшно становится нет не настолько он крепкий он ляпнул и тут же вспомнил что батюшки нью-йорк-таймс написала что русские нападут а я ляпнул что они не нападут но одно счастье что нью-йорк-таймс по украински не понимают и речи мои не прослушал но для верности для гарантии знаете береженого бог бережет и тут же выдал вашингтон пост все как надо и что нападут и харьков возьмут заодно объяснил что он супермен а 8 американцев поверь вот так что вот так я бы прокомментировал я еще должен заметить что я все-таки дурак выдающийся потому что я значит предполагал что зеленский может политические обращения делать и я вам наивно там битый час рассказывал как на его месте выступил бы не крепкий орешек и не супермен а президент украины но я извиняюсь я прошу прощения за свою непроходящую наивность даже где-то симпатично дожил до таких лет и сохранил такую удивительную детскую наивность я считаю что от меня хорошо характеризует ну с другой стороны владимир санец зеленский в этом же интервью говорит о том что путин уже не молод и ему необходимо забеспокоиться том месте в истории которые собственно он займет и он не обязан все-таки прийти к определенному компромиссу пойти на этот компромисс и вот любая победа одной нации над другой будет носить абсолютно временный характер то есть принципе ну абсолютно нормально мне кажется что владимир санч проявляет уважение к возрасту владимир владимировича и а вот одному просто обращается к нему говорит там володя остановись пока не поздно ты можешь занять место в истории адая оккупированная на ксирной украиной территории обратно я считаю что это как раз апеллирование к человеческим чувствам владимир владимирович ты можешь занять место в истории а придется тебе занимать харьков а харьков при всем уважении к этому городу все-таки место в истории не гарантирует это не трое не рим не вавилон так что заняв харьков ты место в истории не факт что придешь нет удивительно гуманны то есть я бы сказал так что вот почему зеленский супермен потому что с одной стороны он крепкий орешек об которой сломал зубы путин а с другой стороны он гуманный великодушный человек который значит способен понять тонкую душу путина и обратиться к нему с удивительно глубокой мыслью что заняв харьков ты не факт что займешь месту в истории удивительная просто действительно от вот просто чак на вид зеленский прост а вот послушаешь подумаешь а ведь действительно человек говорит просто просто действительно удивительно говорит вот тут есть этот вопрос журналист vos тэнпо задает вопрос я просто по ходу пьесы перевожу скажите вот американцы они в основном сейчас сосредоточены на внутренней повестке дня все говорят о ковиде и о его варианте о микроне как вы бы объяснили вот как вы бы объяснили обычным американцам почему тема украины так важно что владимир санчет отвечает я бы сказал следующее я не ваш президент и конечно мне очень сложно было бы найти подходящие слова чтобы обратиться к вам но я хочу объяснить что неважно где человек живет существует некоторые прямые правила и принципы вы не можете убивать людей а вы не можете торговать наркотиками и вы не можете совершить преступления не должно быть рабство мы все живем на нашей земле мы все живем на планете земля это о ценностях существуют гражданские права существует правило которые помогают этому миру выживать вопрос украины вопрос украины это вопрос двух стран одна из которых атакует другую страну и это моральный вопрос вы не можете завоевывать чью-то территорию вы не можете ее захватывать но мне кажется это очень правильное обращение владимир санчо он как раз а говорит о том что ковид ковидом омикрон омикроном а есть более важные в жизни принципы которые обвиняют нас всех и неважно кто где находится вот вы на улице усеевич я нахожусь в одессе и но мы с вами понимаем что есть моральные принципы через которые переступать нельзя через которые переступила российская власть и ну мне кажется что как раз вот владимир александрович нашел подходящие нотки как чтобы апеллировать действительно говорить с вот ну говорить с душами и в определенной степени он взял какой-то гандистский уровень да то есть в жизнь санчо какой-то степени говорит как ганди то есть но путем непротивления путем апеллирования к чему-то светлому и знаете как вот подняться над ситуацией посмотреть подняться выше посмотреть дальше точно вот узнав от зеленского что мы все люди живем на земле и захватывать чужие государства нехорошо американец поймет что для него это гораздо важнее чем ковид какой-то несчастный что ковид ковиды приходят и проходят а нетленные ценности и город харьков остаются в душе каждого американца что американцам до этого дурацкого ковида но перебали делов то есть нетленные ценности и они американцам конечно важнее особенно в исполнении зеленского естественно вот а насчет ганди этого точно подметили я думаю что зеленский тем самым посылает сигнал путину что вот путин же сказал как известно что ему путину после смерти ганди поговорить не с кем так вот ганди реинкарнация ганди а михаил я думаю что если вот все эти новости это все что сообщил господин зеленский американскому корреспонденту и все дальше в таком же роде то комментировать это можно бесконечно бесконечно как всякое великое произведение каждый читатель найдет тут свои смыслы ну сам зеленский же правильно сказал что он супермен суперменов можно комментировать бесконечно я тогда лучше чем без конца комментировать эти скрижали мудрости как говорится книгу жемчуга я бы сказал о другом если позволить а вот если бы на месте зеленского был такой маленький слабый дать абсолютно не супермен то есть ни в одном отношении и абсолютно не твердый орешек вы я а мягкий мягкий значит банан или я не знаю там киви очень мягкая киви абсолютно не супермен ни в чем вот нет ни одного аспекта человеческой жизни в котором я могу назвать себя суперменом ни одного поэтому для контраста вы ошибаетесь некоторые зрители они значит пишут в комментариях и недоумевают как вы значит терпите столько интервью со мной столько времени наших совместных интервью в этом смысле вы точно супермен может быть только в этом вот значит поэтому для контраста вот вы прослушали на речи супермена крепкого орешка этот крепкий орешек обращаясь к украинцам сказал что зря волнуетесь все в порядке никто на вас не нападет не нервничайте но мы ведем и я читал кстати в это интервью на по-русски опубликован мы уже восемь лет воюем значит все нормально чего волноваться восемь лет воюем еще 80 воюем делать бояться нам ничего никто на нас не нападет на 8 лет воюем нервничать не надо в общем все хорошо вот а на следующий день он же объяснил что поскольку он крепкий орешек то видим предыдущие речи это было так крепко орехская шутка вот значит я что я бы сказал если бы сумасшедшие украинцы выбрали меня президент или проще город если бы я был спичрайтером никто бы меня никуда не выбрал естественно но я был бы спичрайтером господина зеленского я бы ему сказал дорогой владимир александр вы хотите чтобы россия на вас напала если бы зеленский ответил да хочу я бы сказал ну если вы хотите то у нас вчера это особенно не нужны тогда выступайте и скажите вперед на врага там наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами это берите речи молотова и сталина переводите их на украинский язык и вперед если бы зеленский сказал нет я этого не хочу тогда я бы ему сказал владимир александр вы знаете что бывает очень много глупых войн почти все войны удивительно глупые они начинаются с дурацких амбиций возьмите первую мировую войну но кто-то хотел все державы которые вступили в войну потерпели поражение одни были признаны разбитыми другие были признаны победителями но проиграли в итоге все и значит все политики которые в четырнадцатом году были власти все это власть потеряли а кое-кто вместе с головой потерял но политики люди глупые вы это знаете варим санчу вы в зеркало посмотрите и вы же согласитесь что политики люди глупые глупые самодовольные ограничены и так далее так но все-таки у политиков есть способ помешать другим политикам развязать войну способ этот следующий ни одна война бывают войны без причины вот еще раз первая мировая война серьезных причин витальных серьезных причин не было Австрии это было не нужно Россия это было не нужно Германии это было не нужно никому это было не нужно серьезных причин не было без причин войны бывают по глупости под тщеславию по слабости по наглости по самым разным причинам бывают войны потом все очень жалеют но поезд ушел но вот ни разу не было войны ни разу без повода для войны нужен повод причины нет повод есть поэтому вы дорогой Владимир Александрович если вы не хотите войны можете сделать все от вас зависящее чтобы не дать России повода точнее выбить в России из рук любой повод Россия не может просто так взять и ни к селу ни к городу напасть на Украину Путин не Гитлер Россия не Третий Рейх и просто так без объявления войны или с объявлением войны но без всякого предлога без всякого повода напасть не может у Гитлера для этого повода не было действительно это правда но у него была идеология у России такой идеологии нет кроме того кстати даже немцы плели какую-то хинею про какие-то там поводы так вот у вас есть прекрасная возможность выбить из рук Путина любой повод значит просто так напасть на Украину Россия не может этого не поймет ни один человек в России а Путин как ни странно очень дорожит общественным мнением Россия Путин может что-то сделать только в том случае если он Путин уверен что жители России его поддержат иначе он действовать не будет как же выбить из рук России возможный повод очень просто повод может быть только один Россия никогда не совершает актов агрессии она всегда только обороняется и защищается только в данном случае она может защищаться и обороняться от украинских нацистов фашистов бендеровцев которые нападают на русских людей в Донбассе в Ордло вашем любимом и Россия приходит на помощь Ордло и без этого без помощи жителям Ордло Россия в войну влезть не может так же как в 14-м году Россия пришла на помощь жителям Донбасса а до того жителям Крыма к которым жителям Крыма якобы ехали поезда набитые страшными фашистами из правого сектора которые грозили вырезать русское население Крыма естественно это была абсолютная ложь естественно никаких поездов не было естественно никто не ехал но российская пропаганда эту тему очень активно педалировала а украинское руководство молчало как воды в рот набрав как воды в рот набрав вы перекручиваете ну простите вы перекручиваете нет вы перекручиваете вот украинское еще раз украинское руководство в тот момент исполняющие обязанности тогда был Турчинов а значит я не помню что конкретно тогда говорилось но я хорошо помню что все вот эти пропагандистские пропагандистские штаммы штампы точнее российской власти они дезавуировались на официальном украинском уровне и в том числе то что касалось вот этих вот мифических эшелонов которые ехали с целью я не знаю что сделать в Крыму это был сущий бред абсолютная пропаганда это дезавуировали украинские медиа но вы понимаете для россиян в тот момент было по барабану что говорит украинское официальное руководство что говорят украинские медиа россияне слушали вот эту российскую упертую пропаганду что говорили украинские медиа абсолютно неинтересно никому кроме читателя этих медиа просто никому на свете а уж тем более жителям России жителям Украины очень интересно что пишет российская газета в которой я сотрудничаю или что говорит радиомаяк полагаю не очень что же касается официальных украинских лиц то я не знаю о ком вы говорите так вот короче говоря чинов яценюк это все они говорили понимаете говорить можно по-разному вот значит Зеленский выступил обращаясь к гражданам Украины произнес длинную речь не волнуйтесь все нормально не запасайте спички и сахар мы вадим уже 8 лет мы способны отразить Россия играет на наших нервах при желании эту речь Зеленского можно понять так Зеленский сказал что войны не будет при желании а без желания и вообще никак понять нельзя в России в Украине можно понимать всю штуку так вот короче говоря дорогой Владимир Александрович если вы хотите выбить из рук России и российской пропаганды любой повод для нападения на Украину то вы должны не в интервью Вашингтон пост которому на вас абсолютно наплевать слюной и не в интервью украинскому телевидению на которое гражданам России наплевать а обращаясь прямо непосредственно и единственно гражданам России сказать очень короткую речь которую граждане России услышат и которую услышат весь мир а речь это может быть такой например уважаемые граждане России господин президент Путин в последнее время постоянно идут разговоры о возможности крупномасштабного военного столкновения между Украиной и Россией в этой ситуации я президент Украины и верховный главнокомандующий украинской армии считаю своим долгом заявить следующее я я не отдам приказ украинской армии вторгнуться в пределы Ордло а также бомбардировать Ордло вести артиллерийский обстрел Ордло или совершать иные военные действия в отношении Ордло Аналогично я никогда не отдам такой приказ в отношении Крыма и уж тем более я никогда не отдам такой приказ в отношении российско-украинской границы У нас с Россией есть принципиальные и фундаментальные политические разногласия У нас с Россией есть фундаментальные территориальные споры Украина никогда не признавала и не признает что Крым это часть России и аналогично никогда не признавала и не признает что Ордло это отдельные и независимые от Украины территории Но все эти территориальные и политические споры мы решаем, пытаемся решать и будем пытаться решать исключительно политическими средствами и за столом переговоров. Безусловно, как любое государство, мы будем защищаться, если на нас нападут, то есть если российская армия пересечет границы Украины, подвергнет нас обстрелам и бомбардировкам, естественно, украинская армия, как армия любой страны, будет защищаться. В этом вы можете быть уверены. Но еще раз повторяю, никогда украинская армия первый не пересечет границы России, не нападет на жителей Оргло, которых мы считаем гражданами Украины, не нападет на Крым, который мы считаем территорией Украины. Я заявляю это для того, чтобы ни у кого в России не было никаких сомнений относительно того, что никакой войны и никаких военных столкновений со своей стороны Украина не допустит. Благодарю вас за внимание. Вот после этого заявления, которое узнают в России все, психологически разыграть провокацию с нападением украинских войск, на которую Е нападение, Е Россия отвечает, стало бы гораздо труднее. Я не скажу невозможно, но гораздо психологически труднее. И такое заявление привлекло бы внимание всего мира. И одним махом перевело господина Зеленского из разряда квартала 95 в разряд государственного деятеля Украины, который делает все от него зависящее, чтобы войны не было. Вот и все. Ну, Леонид Александрович, здесь как бы в оправдание Владимира Александровича Зеленского... Надо оправдывать, он не под судом. Просто я хочу сказать, что он не способен на крупный поступок. Как на него не способен ни один, ни один современный политик. Вот Зеленский и Путин в этой ситуации, они надулись, как мышь на крупу, выпучили глаза и молчат друг на друга. То есть Зеленский-то болтает, дает интервью Вашингтон-Постом, рассказывает, что не надо закупать соль, сахар и спички. В то время как, если бы он был крупный политик, то ему надо не про соль и сахар рассказывать, и не про Харьков, Вашингтон-Постом. А обратиться до того, как что-либо произошло, обратиться к потенциальному противнику и разоружить его хотя бы психологически, своими словами. Другое дело, что я на 100% уверен, как я вам много раз говорил, что ничего не будет, что это все фейк-ньюс. Никакой войны не будет, никаких столкновений не будет, никаких артобстрелов и бомбежек и тому подобного не будет. Ну, какие-то мелкие перестрелки, возможно, но они и так идут. Крупных боестолкновений войны не будет. Ну, так тем более, если ты знаешь, что ее не будет, тем более выступи в качестве ангела мира. Это максимально выгодно для тебя, кстати, выгодно не только для тебя, но и для Украины. Леонид Александрович, здесь есть контраргумент. Вот смотрите, когда было нашествие нелегальных мигрантов на польскую границу, мы видели, как вели себя поляки. И как вело себя польское руководство. Достаточно жестко, брутально. Вот именно как крепкие орешки. Вот представьте себе Владимир Зеленский, президент страны, у которой Россия оккупировала, аннексировала часть территории. И вместо того, чтобы переводить стрелки на Россию, выходит президент Украины после двух лет правления, апеллирует к российскому народу. И как бы иносказательно убеждает их, что Украина не будет предпринимать ни одного агрессивного шага и чуть ли не молит о пощаде. Вот так это будет воспринято украинским общественным мнением. Вопрос. Есть ли у Зеленского коридор возможностей, который бы дал ему карбланш на подобные заявления? Учитывая то, что все медиа украинские против Зеленского, критикуют Зеленского за редким исключением отдельных государственных телеканалов, на которые работают абсолютно бесталанные люди, неяркие люди. У Зеленского нет такой возможности, потому что подобное заявление, оно тут же попало бы под акт обстрел оппозиции. Если ты, президент страны, занят своими отношениями с оппозиционным каналом, с оппозиционными каналами, то ты вообще ничего не можешь говорить, кроме той жвачки, которую же Зеленский жует. Он идет по проложенной ему лыжне, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Побег на месте, расстрел. Да, иди по этой лыжне, жуй эту жвачку. Абсолютно бессмысленную жвачку, можешь жевать ее дальше. При этом, жуя эту жвачку, тебе надо изображать пафос, изображать искренность, изображать то, изображать все. И время от времени для самоутешения называть себя Суперменом. Ради бога. Я еще раз повторяю, сделать крупный ход, где в том тексте, который вам сейчас произнес, хоть одно слово о пощаде. Где хоть одно слово, я прошу. Денис Александрович, минуточку, вы сами сказали. Дайте я договорю, а потом будет ваша минуточка, ладно? Хорошо. Ни пощады, ни прошу, ничего тут нет. Это речь открытого политика. Политика, который плевал на то, что о нем будут говорить Гордоны, Шустеры, Киселевы и прочие нанятые шавки с разных олигархических каналов. Это речь политика, который делает все от него зависящее, для того, чтобы не допустить военного столкновения с другой страной, причем со страной более сильной и с армией более сильной. Если он при этом милостями телешавок теряет свой рейтинг, значит теряет. Если жители страны, его страны, иностранных государств, достаточно адекватны, чтобы услышать и оценить шаг человека, который гоняется не за своим сиюсекундным рейтингом, а реально делает то, что может, чтобы психологически обезоружить потенциального противника, значит его рейтинг вырастет. Но вырастет его рейтинг или упадет, это поведение политика, который думает не про рейтинг и не про то, что о нем скажут сегодня в вечерних теленовостях, а думает о своей стране и о том, чтобы не было войны. Да, Леонид Александрович, на вопрос в интерпретации. Зеленский может выступить с подобным обращением, но как оно будет интерпретировано российским обществом, это, извините, другая история. Ту интерпретацию, тот смысл, который вкладываете вы, может отличаться той интерпретацией, которая будет в российском обществе раз, и два, той интерпретацией, которая будет доноситься российскими СМИ. Я вам приведу пример. Послушайте, вот я общался со своим знакомым год назад, который живет в России, который там, ну, как бы неплохо зарабатывает в России, давно живет в России. И я у него спросил, вот скажи, ты видел фильм Навального, да, про этот дворец в Геленджике? Он говорит, видел. Ну и что, и что ты думаешь по этому поводу? Ну, так как? Ну, российские олигархи подарили Путину дворец в Геленджике. А почему нет? Он столько лет работал на благо России, что вот ему подарили дворец в Геленджике. Вот. Вопрос интерпретации. Вы понимаете, что любое, абсолютно любое видеосообщение, как вы любите, говорит, выигрывает от того, что читатель в курсе, о чем идет речь. Но россияне не в курсе, о чем идет речь, и не смогут интерпретировать это сообщение так, как, ну, им подскажет российская власть. Это короткое сообщение, которое никто интерпретировать не будет, потому что оно занимает три минуты. Прямой текст. Как его могут интерпретировать? По-разному. Например, безусловно, российские журналисты, которые, значит, обязательно стали бы об этом говорить, это расскажут как пример невероятной трусости, слабости, жалкости, отступления и так далее, и так далее. Но это, еще раз повторяю, это их проблемы. А любой самый тупой гражданин России услышит из этого сообщения одно. Украина ни на кого нападать не будет. Слабая она, жалкая она, трусливая она, такая она, сякая она, но нападать она не будет. Это прямо сказал их президент. Можно даже добавить, что я прошу прислать дополнительных наблюдателей, там, из Индонезии, из Индии, из Финляндии, в общем, из нейтральных стран. А если Украина, какая бы она ни была, слабая, сильная, жалкая, гордая, нападать не будет, то какого черта мы на нее нападаем? Вот что поймет любой гражданин России. Любой гражданин России понимает, что напасть можно только в том случае, если мы, русские, защищаем своих в Донбассе, которых убивают и бомбят украинцы. И если же украинцы этого не делают, то на кого мы нападаем и какого черта мы это делаем? Вот тот месседж, который дойдет, но не до всех, разумеется, но до очень большого количества людей в России. Впрочем, довольно глупо обсуждать то, чего Зеленский не сказал и никогда не скажет. Никогда не скажет, потому что, какой совершенно правильно сказали, он, как любой политик, как Путин, как Макрон, как Байден, как все они, естественно думает не о своей стране, дурак он что ли, а думает он о том, что о нем скажет журналист такой-то, которому за это заплатят 10 тысяч долларов, а что скажет журналист другой-то, которому заплатят 30 тысяч долларов, и его рейтинг поднимется завтра на 0,1% или опустится завтра на 0,2%. Вот его кругозор, вот его, не его лично, еще раз повторяю, всех этих крепких орешков, всех этих суперменов, вот их кругозор. Вот исходя из этого они принимают решение, больше им думать не о чем. Ну, кстати, именно потому что они принимают решение исходя из этого, я уверен, что ни на какие шаги типа войны они тем более не поймут. Алексей Навальный в своем интервью у журнала «Тайм» заявил следующее. Соединенные Штаты Америки вместо того, чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовать какие-то встречи. И говорят, если ты что-то устроишь, то мы ведем жесткие санкции. Ровно этого Путина и надо. Ведь обратное предполагает, если не нападешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Когда я наблюдаю за этим, такое впечатление, что это не внешняя политика США, а рассказ о Генри, в котором ушлый мошенник, в скобках Путин, обманывает деревенского простофилю, считающего себя очень умным, с привычной иронией заметил оппозиционер. Вы согласны с мнением, Алексей Анатольевич? Глупость заметил оппозиционер. Американским политикам они абсолютно не наивные, абсолютно не деревенские простаки, я думаю, что и Навальный так не считает. Американские политики такие же равнодушные, финичные и самовлюбленные сукины дети, как российские политики, украинские политики и так далее. Им этот пинг-понг, эти фейк-ньюс, высасывание из пальца несуществующих проблем и расчесывание этих проблем ничуть не менее выгодно, чем политикам и дипломатам в России, в Украине и так далее. Нашел, понимаешь, наивных деревенских дураков. Где уж американцам додуматься, что Путин блефует? Ну, как американцы могут такое подумать, действительно, при их святой наивности? Не знаю, настолько Навальный наивен или просто глупость говорит. Американские политики такие же точно крепкие орешки. И они с удовольствием играют в пинг-понг с Путиным. Для танго нужны двое. Это первое. Вторая глупость, которую сказал Навальный, заключается в том, что Путин выкатил все это для того, чтобы американцы ему сказали, ну, если ты не нападешь на Украину, то санкций не будет. Ну, естественно, санкций не будет, а за что их вводить, если он не нападет? Бред какой-то. Значит, американцы так и так должны вводить санкции, только неизвестно за что. А если Путин не нападет на Украину, то санкции не введут. Ну, это примерно как человек на автобусной остановке кричит. Зарежу, блин. И кричит для того, что он знает, что если он не зарежет, то его в милицию не отведут. Ну, да, если он не зарежет, то его в милицию не отведут. Совершенно верно. А за что его отводить в милицию, если он никого не зарезал? Этого Навальный не знает случайно? За что вводить в санкции, если Путин ничего не сделает? За какие такие преступления? За прошлые санкции уже ввели. Если новых действий не будет, то не будет у новых санкций. Нет, ну, подразумевается. Вы понимаете, вот по вашей логике, если, например, обезумевший человек, обезумевший, ну, головорез, размахивает ножом перед своей жертвой, значит, тогда необходимо дождаться, пока он зарежет жертву, прежде чем как на него надеть наручники. Но это ваша логика. Может быть, следует тогда, ну, вот этому обезумевшему головорезу с ножом, да, вот, например, отобрать у него нож, либо как-то его ограничить и не ждать, пока он зарежет жертву? Ваша аналогия неправильная. Если бы Путин посылал Ту-160, которые, говорят, могут нести водородные бомбы, если бы эти Ту-160 с водородными ли бомбами на борту или без водородных бомб на борту барражировали вдоль границы Украины, то и дело ее пересекая, то тогда, может быть, эта аналогия была бы правой. В данном случае ничего подобного не происходит. Идут разговоры, причем исключительно в американском исполнении, ну, американском, европейском и так далее, что Россия нападет. Путин предъявил действительно, это правда, совершенно безумный, абсолютно ни к чему на свете не относящийся, ультиматум. То есть просто набор голословных истерических криков. В адрес Соединенных Штатов. Это правда. Это правда. Но если человек истерически кричит, я могу, если ты, 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 ну, и что его вязать-то? За что его вязать? Если бы он сказал, я сейчас зарежу, да не сказал, еще раз говорю, вот барражировали бы вдоль границы эти Ту-160. Ну, да. Это, конечно, достойно санкций. А то, что он чего-то там, глупость какую-то написал американцам, ну, да, написал глупость, несу свет, но это правда. Так, Леонид Александрович, теперь самое интересное. Что пишет Навальный? Ну, опять же, отвечая на вопрос журналистов. Журналист, значит, его спросил о возможных сценариях, как бы, вот эволюции путинской власти, ухода Путина и прочее. Он говорит следующее. В действительности его управление ведет только к тому, что риск внезапных событий и потрясений, в том числе связанных с насилием, только возрастает. Вокруг него уже сейчас несколько групп, находящихся в непримиримой вражде. Ползучая работа по перехвату власти после Путина идет. Почти все, кто не входит в самые близкие крови Путина, считают тех, кто входит идиотами, которые даже украсть нормально не могут. И они ждут момента, чтобы отнять у них самые жирные куски. А самое плохое, что своими действиями Путин сильно повышает вероятность развала страны. Его усилия по централизации власти денег полномочий Москве не могут не привести к росту центробежной тенденции, когда маятник качнется в другую сторону. Леонид Александрович. И вот, опять же, Навальный говорит о внутривидовой борьбе в путинском окружении. Ну, конечно, можно было бы тут же заявить, откуда Навальный знает, сидя в тюрьме, что в путинском окружении происходит какая-то видовая борьба. Но тут я наткнулся на пост своего любимого эксперта, политолога Сергея Маркова, который опубликовал у себя на Фейсбуке. Снова пост. Я, значит, ну, как бы внимательно читаю то, что следит Марков, потому что Марков — это определенный барометр. Он публикует то, что интересно отдельным элитным группам о России и то, что интересно в целом России. И вы в курсе, что Путин вручил господину Миллеру, руководителю «Газпрома», орден Героя Труда, по-моему? И вот тут Марков разразился критикой. Внимание! Российское общественное мнение несколько шокировано присуждением главе «Газпрома» Миллеру звания Героя Труда. Большинство людей полагает, что огромные миллиарды зарплат и бонусов уже являются неплохим вознаграждением главе «Газпрома» за труды, даже если это какие-то выдающиеся труды. Вызывает сомнение, что такое награждение званием Героя Труда вызовет всеобщую поддержку в обществе. Вообще огромные доходы менеджмента госкорпораций это серьезная социальная проблема, пишет Сергей Марков. Концентрация проблем социальной справедливости. Социальной несправедливости, если более точно. России нужно решать проблемы социальной справедливости, а не обострять эти проблемы. Ну, я думаю, что как бы дураков среди нас, Леонид Александрович, нет. Мы с вами понимаем, что Марков не решился бы напасть на руководителя «Газпрома» Миллера, если бы он не заручился поддержкой какой-то элитной группы, если бы какая-то группа внутри элиты не заказала Маркову, не попросила Маркова опубликовать такой пост. Но в рамках российской системы просто так никто такое не публикует. Даже в Украине никто не выступает с личными инвективами такого характера, если он не получил какой-то ЦУ, если у него нет какой-то материальной заинтересованности. Если человек попер против такого сильного элитного игрока, как Миллер, значит, тогда это говорит о том, что действительно происходит какая-то схватка бульдогов под ковром в России. Как вы считаете? Может быть, Навальный прав? Я никак не считаю. Я думаю, что Навальный абсолютно прав, и для этого не нужны никакие статьи Сечина и никакие статьи Маркова. Кстати, если он написал статью по заказу, то нетрудно понять, почему председатель правления Роснефти Сечин традиционно находится в плохих отношениях с председателем правления Газпрома Миллером. Поэтому если кто-то заказывал, то первое подозрение, что это заказал Сечин или кто-то из его окружающих. Ну, я, естественно, детали не знаю, но по элитной, так сказать, арифметике это так. Но, в принципе, естественно, Навальный прав. Достаточно сказать простую вещь, что российские высшие чиновники, люди, просто люди, а люди вообще грызутся друг с другом. За куски, за престиж, за деньги, за власть и так далее. Естественно, бульдоги под ковром грызутся. Естественно, они дерутся. Естественно, что после ухода Путина путинскую элиту сильно подвинут. Но не очень понятно, что такое путинская элита. Но понятно, что Сечин и Миллер и Чемизов – это путинская элита. Это понятно. Но это три человека, понимаете. Ну, значит, Ротенберге, ну, Ковальчук, ну, уже про Тимченко совершенно не очевидно. Абсолютно не очевидно. Да и про этих не очевидно. Чуть-чуть подвинут, кто-то останется, кто-то вылетит. Тут Навальный ничего не сказал. Всякому очевидно, что люди грызутся. На то они и люди. А вот другое заявление Навального – очередной фейк. Я еще раз, чтобы меня правильно поняли, я ничего не имею против Навального. Абсолютно. Лично Навальный, как человек храбрый и сидящий в тюрьме, и мужественный, своим мужеством у меня вызывает только уважение. Но от этого его тексты более осмысленными не становятся. А фейк в его тексте заключается в популярнейшей в России фразе, почти такой же популярной, как то, что нас окружает или на нас наползает НАТО. Такой же точно скрепой является другое высказывание, что после Путина Россия распадется. Это, во-первых, такая же скрепа, как заявление о наползании НАТО. И такая же лживая скрепа, такая же абсолютная брехня, как наползание НАТО. Никуда Россия не распадется. А то, что чрезмерная централизация, которая сейчас имеет место, действительно кончится, и Россия, ну, хотя бы отчасти превратится в федерацию, да, это весьма возможно. Но федерация страны, превращение страны в федерацию и распад страны – это немножко разные вещи. Но вот если человек, допустим, перестал жрать и похудел – это одно. А если он взял и умер – это другое. Хотя в обоих случаях его вес мог уменьшиться. Россия действительно, по-видимому, станет федерацией. Так же, как федерация является ФРГ, там, Соединенные Штаты Америки. Ничего страшного в этом абсолютно, наоборот. Навальный пишет, комментируя состояние своей организации следующее. Кто-то в изгнании, кто-то арестован, но путь наш никогда не был усеян розами. В целом, мы были готовы к этому, поэтому видоизменяемся и эволюционируем в организацию другого типа. Главное, что у нас есть поддержка и немало, если судить по результатам умного голосования. У меня нет сомнений, что мы продолжим оставаться главной оппозиционной силой и определять политическую повестку, работая лучше и эффективнее всех. У меня тут два вопроса. Что Навальный понимает под главной оппозиционной силой? Главное, когда Навальный пишет, что они эволюционируют в организацию другого типа. Это какую организацию? Насколько я помню, в коне борьбы с коррупцией он был разгромлен. Что он понимает под организацию другого типа? Организация мигрантская, ассоциация мигрантов, ассоциация мигрантов друзей Навального. Что подразумевает, на мой взгляд, Навальный? Вы меня спрашиваете. Тут все могу знать, что подразумевает Навальный. С моей точки зрения, это просто пустые слова, которые ничего не означают. Обычное, нормальное, абсолютно нормальное, неизбежное, необходимое политическое хвастовство. Лукашенко хвастается, называя себя крепким орешком. Зеленский хвастается, говоря, что он супермен. Навальный хвастается, говоря, что его умное голосование, во-первых, умное, а во-вторых, привело к блестящему результату. Все политики занимаются хвастовством. Это их профессия. Политик, который не хвастается, не политик. Навальный хвастается, подбадривает своих сторонников, хотя на такой мякине никого не подбодришь, но чем богатый, тем и рад. Старается вселить в них какую-то уверенность. Насчет того, что его организация главная оппозиционная сила, ну, это заявление из серии, что среди всех нулей, из которых состоит российская оппозиция, наш ноль, самый большой. Может и самый большой, не знаю. Но ноль большой и ноль маленький равняется нулю. Оппозиции в России нет. Хоть с Навальным, хоть без Навального. Поскольку в России нет публичной политики, то нет и оппозиции. А что они во что-то эволюционируют? Ну, конечно, эволюционируют. Если их из страны выгнали, они там, значит, живут за границей. Естественно, эволюционируют. Одно дело в стране, значит, публиковать расследование, а другое дело в Лондон убежать. Опять-таки, в этом нет их никакой вины. А что, они должны все по тюрьмам сидеть, что ли? Эко-радость большая. Поэтому Навальный просто хвастается. Вот и все. Абсолютно нормальный, неизбежный, единственно возможный политический прием. Журналист спросил Навального, разочаровала ли вас реакция Запада на ваши аресты и признание вашей организации экстремистской. На что Навальный ответил. Я трезво оценю возможности международного давления на Кремль. В частности, помню историю Лю Сяабо, китайского диссидента, который умер в тюрьме, несмотря на значительное усилие международного сообщества по его освобождению и даже Нобелевскую премию мира. Я бы предпочел, чтобы в случаях в моем и нашей организации Запад защищал не нас, а себя. Во-первых, добивался выполнения решений ЕСПЧ, противостоял экспорту коррупции, скупке Путиным иностранных лидеров, которые ведутся через бессистемное создание хаоса, воздействие на болевые точки западного общества, от миграции в Европе, до раскола общества в Соединенных Штатах Америки. Как вы считаете, здесь все Навальные лукавят? Все-таки, мне кажется, по реакции его сторонников, Навальный был не прочь получить Нобелевскую премию мира. Ну, конечно, не прочь. А вы были бы прочь? Если бы вам Нобелевскую премию не то, что мира, а по физике предложили, вы бы отказались, написали бы, ребята, я не физик. Никто от Нобелевских премий не отказывается. Как вы были бы прочь? Знаете, я считаю, что я на Нобелевскую премию мира и просто и по физике не тяну. Физики понимаю очень плохо. Я думаю, что еще хуже, чем в вопросах мира. Ваши проблемы. Но если бы присудили, я думаю, вы бы не отказывали. Да нет, ну, естественно, Навальный выполнил все обязательные фигуры. Ну, выходит, значит, гимнастка. Но она должна выполнить там пять обязательных фигур. Ну, вот он выполняет обязательные словесные фигуры. Содержание равно нулю. Ну, обязательные фигуры выполнил и про Запад сказал, и про коррупцию. Ну, все это правда, естественно, кто этого не знает. Ну, естественно, Россия коррумпированная страна. Ну, естественно, российское руководство дает взятки западным чиновникам. Эван Новость большая. Ну, выполнил обязательно языковые фигуры, и слава богу. Александр Ильич, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за это интервью. Мы сегодня справились с вами за час-десять минут. Да, я вот думаю, о чем это говорит. Не доработали. Не доработали. Еще бы часовка, было бы самое оно. А вот мы не доработали. Знаете ли, Александр, когда мы с вами записали интервью 20-минутное, многие писали, что они хотят еще. Есть продолжение банкета. Вы не поверите, но есть люди, пусть даже несколько человек, которые просто ловят кайф от наших интервью. Отлично. Давайте в следующий раз по три часа будем. Не только Навального зачитывайте, а Зеленского погонными метрами гоните там про Харьков. Вот русские хотели захватить Харьков. А какую улицу они хотели захватить? А с какого дома они хотели начать? И вот так потихонько, полегохонько, описывая карту Харькова. Глядишь, часок-то и проговорили. И по каждой улице можно дискуссию развести. Ну, Леонид Александрович, я думаю, что мы этого делать не будем. Все-таки как бы абсурдность этого извеления, она очевидна. Более того, я уверен, что... Кому как. Да, да, я уверен, что Россия не удастся оккупировать и аннексировать Харьков, поэтому Харьков был и будет украинским. Если Харьков встретит Бабченко и Шустер с фаустпатронами и пробьют русские танки. А когда они пробьют, вылетит запасная рота. Гордон, Киселев. Ну, мой список украинских героев-журналистов невелик. Ну, вы знаете, пантеон украинских героев-журналистов можете пополнить вы. Я вам говорил, что для вас двери открыты. Пожалуйста, прилетайте в Украину. У нас прямого авиасообщения нет. Раньше многие летали через Беларусь, но вы теперь можете лететь через Стамбул. Так что, Леонид Александрович, вот приезжайте. Заодно еще и к Стамбул посмотришь. Ну, конечно, посмотрите, посмотрите. Смотрите Стамбул, отдохнете в Турцию, приезжайте в Украину. В Украине демократия. Вы, безусловно, сможете капитализировать свои таланты в Украине. А как, значит, сказал один литературный герой двух великих украинских писателей, другому литературному герою, не бойтесь, я дам вам парабеллум. Вот с парабеллумом, значит, я и... Спасибо большое, Леонид Александрович Радзиховский.